Три километра от города. Территория считается городской. Свалки уже три года. Свозят мусор сюда и дачники и предприниматели. Этим летом помойка не раз горела. Всего в 30 метрах от нее газопровод. Пожарные каждый раз вовремя успевали потушить огонь. А если бы не успели, в районе газопровода тысячи дач. Контроля нет. Ни муниципального, ни федерального. Знают ли об этом власти? Я думаю, что знают. И кроме того, ведь представители пожарной охраны практически каждый день ездят мимо этой свалки. Никому предписаний нет. Ответственных здесь нет. Хотя по закону, по словам депутата, ответственные все-таки есть. Вывозить свалку должен Череповецкий департамент ЖКХ. А следить за его работой местные экологи. Что можно сделать для того, чтобы свалка прекратила существование? По мнению депутата, нужно вывезти весь мусор, регулярно проводить рейды, время от времени направлять сюда наблюдателей, чтобы фиксировать нарушения и наказывать виновных. И таких свалок в окрестностях Череповца десятки. На территории дачных кооперативов тоже. По закону нужно установить мусорные контейнеры. В трех кооперативах это сделано, в остальных нет. Причем сколько этих остальных никто даже не считал. По словам Николая Архипова, дачники предоставлены сами себе. Их никто не считает и никто не контролирует. Именно отсутствие контроля и наказания – одна из причин такого количества свалок в окрестностях города. Так считают и сами дачники. Я, мол, лоб толкуй. Он не понимает это. Если бы он понимал, он бы такой бардак не разводил. О чем мы будем говорить об этом, когда в лифте у нас место вынести в парашу, вываливает в это. Ходим. Привыкли жить. Извините за выражение. Это Россия, русский дурак такой. Есть и еще причина. Вывоз мусора стоит дорого. Один кооператив должен выложить 150 тысяч рублей за сезон. На хозяйственные нужды дачники вынуждены сдавать примерно по 800 рублей. Для владельцев дач пенсионеров это дорого. А там, где контейнеры все-таки поставили, сталкиваются с дополнительными проблемами. Вот все к нам и возят. Банки завалят. Та же день хоть вывозили. Несовершенство законов – основная причина, по которой невозможно победить мусор. Например, никто не контролирует предприятия малого бизнеса. Заключен ли у них договор со специализированными предприятиями? Работает ли он? Они просто существуют на бумаге. Сейчас за несанкционированный вывоз мусора штраф для физического лица составляет 1 тысячу рублей. Для юридического – 50. По мнению народных избранников, наказание нужно ужесточить раза в три. Такие поправки в административный кодекс будут обсуждаться в октябре на сессии Законодательного собрания области. И еще главное, чтобы не было равнодушных людей. Тогда, может быть, помойки перестанут быть визитной карточкой окрестностей российского города.